всем привет ребят запишу сегодня для вас влог болталку немного уже соскучилась за болтовню и я думаю что мне есть чем с вами поделиться прежде всего давайте покажу что я сейчас раскрашиваю я сегодня приступила к иллюстрации wild soul от grazie salvo и скорее всего это будет последняя моя иллюстрация за август и начала я раскрашивать а вот эту вот девушку с песиком у меня здесь но еще много работы но я на самом деле надеюсь закончится два вечера ну просто потому что там дальше конец месяца и либо за два вечера либо она уже приходит на сентябрь вот поэтому все же надеюсь что я успею также могу вблизи вам показать как выглядит вот часть руки это она уже отполирована карандашиком и вот так ну вот где лицо вот так выглядит иллюстрация еще не отполированная после того как я полирую иллюстрацию да но это касается только раскрашивания кожи потому что так зачастую я пользуюсь блендером но на лицах я не приемлю блендер исключительно только карандашиками это делаю а я все же потом еще как правило дорабатываю некоторые участки это обычно либо темные участки либо же я добавляю какого-то цвета например там розовенького для того чтобы сделать иллюстрацию поживее есть у меня вот такая вот коробочка но я ее сама делала из переплетного картона у меня это было один из этажей моей коробки для вышивки вот я его достала и складываю сюда так сказать карандашики в процессе вот эти вот карандаши я использую для раскрашивания вот этого вот портрета то есть как вы видите здесь в основном призмы холбайн и да в принципе всего всего понемногу решила обходиться без полихрома сам ну кроме вот одного вот цвета для румянца мне кажется он так довольно естественно смотрится поэтому дальше я отполирую кожу немного добавлю больше цвета чтобы она не была такой бледненькой на лице ну и в принципе дальше уже буду продолжать работать над волосами над шерстью волосы я люблю шерсть нет хотя казалось бы какая разница вот но я ее немного побаиваюсь но это у нас такая длинношерстная собачка поэтому я думаю что здесь не должно быть как-то сложно и за два вечера я скорее всего должна управиться за последнее время у меня как-то не было больших и глобальных покупок была покупка только одной раскраски но я снимала не отдельное видео поэтому здесь мы уже не будем о ней говорить я покажу вам какие-то совсем мелочи мелочи которые я купила я приобрела себе вот такую вот тарелочку ну как вы понимаете в качестве палитры это керамическая тарелочка как я понимаю для закусок вот вероятно сюда положено наливать какой-то соус сюда выкладывать то что мы будем вот в него макать ну так звучит довольно удобно но я подумала что для моих целей это тоже должно быть удобно поскольку я ну пока я не могу как-то придумать какую мне палитру приобрести то что мне нравится это получается довольно дорого и долго ждать еще нужно поэтому пока я не знаю то что есть у нас ну они не очень красивы то что есть на джексон все мне как-то тоже не понравилось поэтому я решила что куплю вот просто у либо тарелочку испытаю в работе поскольку я и акварелью это не часто пользуюсь и хочу вам сказать что на керамической поверхности это оказалось супер удобно безумно удобно то чтобы краска не скатывается в капли и вот это вот отдельная емкость она оказалась невероятно полезной для того чтобы давать налить сюда чистой водички соответственно у меня были здесь размешаны краски и плюс за счет того что нету вот отдельных ячеек а вся палитра ну вот составляет ровный пласт то краски очень легко между собой мешать то есть не нужно там с одной ячейки в другую их как-то пересыпать в общем максимально удобный для меня оказался форм-фактор и вот здесь вот была чистенькая водичка ну в общем не знаю я довольна на все 100 и теперь я думаю даже что у меня появится возможность купить вот ту палитру которую я хотела изначально мне скорее всего она больше не нужна потому что с этим мне оказалось действительно очень удобно и единственный минус это то что это не настолько красиво и эстетично но уже приходится чем-то жертвовать и еще один кстати говоря просто сногсшибательный плюс она очень легко моется я просто ее мыла вот просто вот так вот рукой под водой и без ничего потому что знали бы вы только как я мыла свою палитру металлическую ну это просто страх и ужас я ее оттирала и и мыла и где-то там вычитала что зубной пастой в общем чем всем чем хочешь я ее оттирала и все равно она не была такой белоснежной поэтому тем кто любит чтобы палитра была белая то конечно очень очень рекомендую купить керамическую палитру или же если нет возможности или не можете найти керамическую палитру то можете последовать моему примеру купить просто какую-либо трелочку и это действительно намного удобнее чем металл или тем более пластик ну а дальше уже совсем совсем крошечная покупка я купила вот такой вот тремовский скотч почему я вообще его показываю зачем он мне был нужен это прозрачный скотч он матовый и выглядит он вот так его многие еще называют как скотч для денег и как вы знаете у меня развалилась одна из книг вот я ее подготовила это вот это вот книжечка о девушках прошить у меня нет возможности да если честно не особо не особо мне хотелось а вот чем-то заклеить я подумала что это отличный вариант но мне не хотелось чтобы вот ну скотч блестел так как он обычно это делает и я подумала что неплохо было бы найти какой-либо матовый скотч и заклеить вот эту вот отвалившуюся страничку и вот можете посмотреть как по мне выглядит вполне отлично не идеально но она не бросается в глаза и смотрится довольно аккуратно поэтому я удовлетворена вот своим таким решением этот скотч не искажает цвета и он не выделяется настолько сильно поэтому меня этот вариант более чем устроил и поэтому я решила и на видео его тоже показать потому что ну возможно у кого-то тоже есть такая проблема и для кого-то вот такой матовый скотч это действительно будет решением вот ну я в общем очень рада что я пришла к такой покупки и теперь больше я не грушу относительно развалившиеся книги ну а дальше поговорим с вами о новой рубрике это будет рубрика не чё купила а чё продала в общем я недавно взялась продавать все что у меня есть и все что мне не нужно вот здесь наверное два типа людей и одни это которые вот есть у них что-то оно лежит и пускай лежит пока есть место но я так догадываюсь есть вторые которым отношусь я мне очень не нравится когда у меня что-то просто лежит и это не используется это касается и раскрасок и арт материалов до другие сферы мы пока затрагивать не будем особенно одежду будем говорить с вами исключительно о нашем хобби потому что там все может быть совсем иначе так вот я решила немного продать то что мне не нужно у меня есть несколько наборов холбайнов лишних скажем так которые я тоже продаю есть пастельные карандашики я уже неоднократно рассказывала вам о истории у меня появления и я честно готовилась к видео в котором я смогу рассказать что пастельные карандаши все же тоже можно использовать в раскрасках и покажу как это делать но в итоге ребят как-то ну не лежит к этому душа я несколько приемов выделила как их можно использовать и куда но большинство этих моментов они но на самом деле довольно очевидны и все же для раскрасок это наверное ну не очень удобный материал поэтому я решила его продать также мне удалось продать еще две раскраски это совсем мое недавнее приобретение эта книга от лизии марикалин магия городов я очень долго ее хотела и мне очень нравится и сейчас готовая иллюстрация в этой книге но когда они в нераскрашенном виде особенно когда ты их видишь вживую они на видео не на фото ну они меня реально пугают я не могу заставить себя их раскрашивать книгу то я и купила недавно это по моему в мае ну то есть действительно прям вот совсем недавно и раскрасила я там всего один кусочек и разумный человек скажет что допускай лежит ну не год же лежит чего сразу то продавать но я поняла что ну не могу я себя заставить и тем более заставлять но это же хобби это творчество тут не нужно заставлять тут нужно чтобы она все приносила радость и вдохновение я каждый раз когда я убрала открывала меня просто накатывала на меня волна страха и я ее убирала поэтому я решила что зачем у меня книга будет новая стоять у меня просто это вот мучает мне очень не нравится когда что-то стоит без дела так вот ли я продала мне стало немножечко легче также я продала книгу рита берман моя зимняя прогулка тоже по нескольким причинам причина первое что эта книга зимняя и на самом деле я пожалела что я ее купила просто потому что она зимняя и я смогу раскрашивать только зимой и это не знаю почему то вот меня напрягало что грубо говоря книга там чуть ли не год будет лежать без дела и так будет каждый год ну и вообще мне это немного не нравилось плюс в целом я покупала эту книгу потому что я была очень вдохновлена инстаграмом рита и работами риты у нас своей страничке ну то есть они очень очень красивая но у меня не получилось так раскрасить ее иллюстрацию и но желание просто пропало и вот например придет у нас там ноябрь декабрь то есть время зимних новогодних иллюстраций и если бы я ее не продала мой ребят шанс очень мал то на то чтобы я ее взяла потому что новогодние зимние иллюстрации есть наверное всех моих книгах ну или почти вот поэтому что покрасить себе тематического я и так найду и поэтому я очень рада что я ее продала пускай она еще кого-нибудь радует того кто в ней действительно будет раскрашивать и будет получать от этого удовольствие также мне удалось еще продать там и поставили водорастворимую и немного и блендеры и какую-то часть карандашей ну в общем какую-то часть своих залежей которыми я не пользуюсь я продала также я продала карандашики кохиноры тритон и magic я вам их показывала в видео о всех своих арт-материалах у меня это было 19 карандашиков и в общем я три штучки себе оставила слишком красивая цвета у них остальные 16 я продала вообще хочу рассказать вам несколько слов о своем мнении об этих карандашах я честно готовила о них какой-то видео обзор даже наверное не совсем обзор а там ну какое-то свое мнение возможно о том где можно их применить в раскрасках каких-то может быть интересных приемах которые я смогла каким-то опытным путем вывести но судьба распорядилась иначе и я уже несколько раз я говорила о том что для меня не очень близко тема самих вам и джуков то есть я не очень люблю вот этот вот сам эффект неожиданности он как-то меня ну немного пугает и мне некомфортно раскрашивать знаю что вот сейчас у меня тут какой-то голубой вылезет или вот здесь там черный предположим поэтому насколько бы они не были хороши и приятные мне пришлось их продать продавая их за копейки в принципе так же как и купила но здесь дело не в деньгах просто мне на душе стало легче что я избавилась от того что мне не надо вот и короче говоря когда их продавала я из рисовала наверное штучки 4 альбомных листа и вот рисую на первом да нет нет все все продаю уже начался второй лист думаю блин он уже так классно так хорошо и карандаши эти по сравнению с моими ненавистными поликолорами они действительно хорошие они мягкие и ну пока вот я рисовала ими то у меня не попалась ни одного карандашика с вкраплениями они все были достаточно мягкие вот этот вот карандаш у меня ломался еще при первой заточки поэтому скорее всего что грифель довольно таки хрупкий но это никак не отменяет того что раскрашивать ими рисовать очень приятно и вот так я каждый раз и думала продаю не доставляю нет все-таки продам нет все-таки оставлю и в итоге победила вот та часть которая не хочет чтобы что-то лишало без дела я уже возможно даже с какой-то стороны пожалела но с другой стороны если их купил человек который будет им пользоваться то я буду этому только рада я буду брать себе зеленый и он будет мне рисовать зеленый без всяких красных оранжевых и черных поэтому вот все что я себе оставила это вот этот вот коричневый средний он просто действительно очень хорош я возможно попробуем рисовать древесину хотя я так люблю рисовать древесину и вот этих вот два карандашка вот этих вот они очень необычные у них сочетания я сделала и выкраску и в общем несколько видов выкраски но я ничего особо сейчас не захватила как-нибудь уже вам там потом покажу еще хочу извиниться меня просили показать выкраску цветов сакуры которые у меня есть мунлайт из новой серии и я ее даже сделала но я где-то потеряла этот листик поэтому извините я сделаю еще раз и в следующем видео обязательно покажу потому что в прошлом я забыла на сегодняшний я готовила но потом я как-то слишком усердно убиралась когда вот продавала вот все свои залежи это все я короче говоря наверное выбросила вот поэтому тоже еще перенесем на следующий раз если это еще актуально или уже не актуально то напишите пожалуйста в комментариях стоит ли стоит ли делать это несложно я сделаю но просто так получилось что в прошлый раз забыла в этот бы выбросила также я очень хотела бы послушать а какому типу людей относитесь и вы то есть вам лучше чтобы ваше добро было с вами и лежала потому что она там греет вам душу вы за него платили деньги а потому что продадите его в любом случае за меньшие деньги то есть ну какие то уже будут потери или же вы тоже за то чтобы ничего не лежала и она вот вас вот прям вот гложет что у вас вот она лежит и вы не пользуетесь вот напишите в комментариях все таки к какому типу относитесь вы и мы так сможем понять все таки каких же людей больше какая стратегия правильно да наверное здесь она у каждого своя именно по этой причине я больше не покупаю себя никаких карандашей с одной стороны у меня кстати говоря сейчас по карандашам прям такое изобилие на мой взгляд что мне уже больше ничего не надо и есть уже все все что нужно но есть так еще кое-какие хотелки которые я возможно хотела бы приобрести а но сейчас у меня получается 4 набора карандашей или нет даже 5 наборов карандашей и я это не всеми ими успеваю пользоваться поэтому мне например еще один или два и все у меня снова будет что-то пролеживать вот поэтому но с карандацами я так просто конечно не расстанусь я вот продала magic и просто потому что ну я действительно понимаю что это не моё вот по своей сути по своей логике это не моё это неожиданность какая-то возможно да это действительно возможность рисовать какие-то текстуры или же абстрактные фоны но я например текстуру дерева я и так ее люблю рисовать траву как-то я тоже не знаю мне кажется обычными карандашами это сделать тупо проще вот оставила себе вот несколько карандашиков которые все же я рассматриваю для себя применения и раз уж оставила то конечно же я надеюсь что я когда-нибудь рано или поздно все же ими воспользуюсь но вообще как именно вот чем чем а карандашами я так не разбрасывать мне нужны абсолютно все мои карандаши и плюс лучше запасом чтобы они были например плюс один дополнительный набор призм мне бы очень не помешал потому что я все время боюсь что они на завтра закончится также меня совсем не напрягают довольно большие запасы у меня тех же блендеров если бы у меня там мотать таки был бы новый набор призм меня бы он тоже нисколько не напрягал потому что это то чем я ежедневно пользуюсь поэтому если у меня что-то вот есть запасом то это наоборот даже хорошо а если это вот как мэджики или же как водорастворимая пастель которая на самом-то деле по своим свойствам она весьма неплохо она хорошо размывается я кстати говоря сняла видео обзора с сравнениями к вруэл таленс и неоколоров но я честно говоря не уверена что она получилась удачным поэтому я пока не знаю буду ли я его как-то дальше обрабатывать и выкладывать на канал скажу сейчас фрации что royal town мелкие в целом но довольно неплохие они хорошо размываются но все-таки минусов в них на мой взгляд достаточно много поэтому они тоже у меня лежали я один раз ими воспользовалась и на этом как бы все поэтому я рада что я освободила у себя место я также продала две раскраски потому что количество моих книг так очень плавненько подбиралась к 50 теперь их снова минус 2 и поэтому можно пополнить чем-то что я действительно буду раскрашивать и раскрашивать часто она не будет у меня просто полгода и год стоять просто на полочке то ребят я надеюсь вам хоть немножечко было интересно послушать мою болтовну возможно вы пораскрашивали вместе со мной если так то надеюсь что я составила вам приятную компанию желаю всем вам вдохновения побольше хороших качественных материалов чтобы у вас тоже ничего не залеживалось кто любит большие запасы желаю вам гигантский шкаф с раскрасками и карандашами кто за минимализм пускай у вас этот шкафчик будет маленький но очень любимый хорошего дня вам хорошего настроения заходите почаще на мой канал не забывайте подписываться и до скорых встреч пока